Представители разных профессий встретились с учениками старших классов школы имени Абая. Госслужащие, полицейские, медики и юристы рассказали ребятам о своей работе. Встреча прошла в формате доверительной беседы, где ученики могли задать специалистам интересующие вопросы. Организаторами мероприятия выступил молодежный ресурсный центр Кустанайской области, который собирает менторский клуб на постоянной основе. Выбор профессии – ответственный и важный шаг в жизни каждого человека. Особенно старшеклассников, у которых много интересов, а для того, чтобы определиться, времени остаётся мало. А понимания, какие бывают профессии, что именно делает человек, с каким объектом работает – нет. В этом вопросе может помочь ментор, проще говоря, советник или наставник. Такие эксперты побывали в школе имени Абая, где пообщались с учениками 9-11 классов. Молодежным ресурсным центром планируется проведение ярмарки вакансий, конференция по профориентации. Мы планируем большое мероприятие профориентационное провести в центре города, куда будут приглашены все колледжи города Кустанай, все высшие учебные города Кустанай и как раз-таки вот эти выпускники 9-11 классов. Также Молодежный ресурсный центр планирует провести ярмарку вакансий для выпускников колледжа и высших учебных заведений. Это те люди, которые уже заканчивают, буквально через 3 месяца, 4 месяца получат дипломы среднеспециального или высшего образования, и уже у них возникнет вопрос о трудоустройстве. Специально для них мы проведём ярмарку вакансий. Государственные служащие, представители правоохранительных органов, врачи и юристы поделились знаниями и рассказали о тонкостях их профессии. С зала звучали вопросы о заработной плате, режиме и графике работы, о трудностях, которые их ожидают. Одной из спикеров стала лауреат «Золотой книги молодежи» хирург Эльвира Осадова. Она признала, что в её профессии главное – любить человека. Самое трудное в нашей профессии – это когда ты не можешь помочь человеку. Когда ты сталкиваешься с такой болезнью, где ты бессилен, ты беспомощен, или ты чего-то не понимаешь. К сожалению, в нашей жизни такое бывает, и мы сталкиваемся с этим. Бывает часто, бывает редко, но это бывает. Самое хорошее в нашей профессии – это когда мы помогаем людям, когда мы приносим пользу, и наши пациенты выздоравливают. И они говорят нам – спасибо, доктор, спасибо за то, что вы такая хорошая. На самом деле это очень многого стоит. И ты понимаешь, что ты занимаешься тем, кем ты хотел быть, и стал тем человеком, к которому ты шёл. На самом деле, чтобы быть врачом, нужно быть добрым, милосердным и, конечно же, гуманным. Жансая учится в 10-м классе и уже точно знает, что её профессия будет связана с иностранными языками. Девочка мечтает стать учителем или журналистом, организовывать мероприятия и проекты. Сейчас она активный участник самоуправления школы. Жансая рассказала, что встреча с менторами была для неё и её сверстников познавательной. Нашим подросткам на данный момент очень нужна помощь в выборе профессии. И потому что они рассматривают только плюсы профессии, но на сегодняшний день спикеры рассказывают и о минусах. И очень важно это в выборе, потому что готов ли человек быть этим специалистом, несмотря на эти минусы. И нужно задаваться этим вопросом. В Костанай в этом году школу окончат более тысячи учеников. Кто-то останется в родном регионе, кто-то отправится в другие города и страны. Какие факультеты выберут школьники – большой вопрос. Задача ментора – не навязывать своё мнение, лишь рассказать и поделиться опытом. Решение принимает, безусловно, сам школьник. Спикеры надеются, что все найдут своё призвание. Чтобы после окончания вуза ожидания совпали с реальностью. Айдана Папанина, Алибек Султанов, телеканал Костанай.